МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью. В Севастополе ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия. Большая часть из них остается незаметными. Лишь о некоторых говорят в новостях. Но когда в ДТП страдают дети, об этом сразу же становится известно. Сегодня на выездном интервью мы обсудим тему детского травматизма на дорогах Севастополя. И наш гость – начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополь. Подполковник полиции Любовь Александровна Волкова. Любовь Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Николай и уважаемые телезрители! Любовь Александровна, для того, чтобы раскрыть особенности детского травматизма на дорогах Севастополя, давайте для начала поговорим о цифрах, о статистике. Какого количества ДТП с участием детей? Кто становится виновником чаще всего в таких происшествиях? Ну и какие дни, недели, месяцы являются самыми аварийными? По итогам 9 месяцев текущего года на дорогах города Севастополя зарегистрировано 80 дорожных транспортных происшествий, в которых 2 15-летних подростка погибли и 87 детей получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, по всем трем показателям наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, этому есть ряд объективных причин. Первая – это рост населения, особенно за последние два года. Это и увеличение количества зарегистрированных транспортных средств. Это и увеличение туристического потока. И сразу хочу отметить, что 15 детей из различных субъектов Российской Федерации приехали к нам на отдых и стали участниками дорожных транспортных происшествий. И также мы помним, 2020 год, с марта месяца дети, школьники были переведены из-за пандемии на дистанционное обучение, а значит, их участие, активное участие в процессе дорожного движения было значительно ограничено. Также важно отметить, что 64 ребенка стали участниками ДТП по вине водителей, причем 41 ребенок по вине тех водителей, стаж вождения которых свыше 10 лет. Это говорит о том, что неважно, какой водитель, начинающий, опытный, нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения, не надеяться на авось и не надеяться на то, что этого с тобой никогда не случится. Если говорить о категории участников ДТП, 46 детей стали участниками дорожных транспортных происшествий в качестве пешеходов, причем 22 ребенка пострадали на пешеходных переходах, а соответственно это вина водителей. 39 детей получили различные травмы в качестве пассажиров, опять-таки полностью зависели от поведения и ответственного отношения тех людей, которые находятся за рулем, а чаще всего это родители, к соблюдению правил дорожного движения при перевозке детей в салоне автомобиля. И два несовершеннолетних получили различные травмы в качестве водителей мототранспорта, что в общем-то запрещено как раз правилам дорожного движения детям до 16 лет управлять транспортным средством без соответствующей категории. Также хочу отметить, что наибольшее количество дорожных транспортных происшествий зарегистрировано в Гагаринском районе города Севастополя. Самые аварийные месяцы это у нас апрель и май, как я уже вначале сказала. В прошлом году дети находились на дистанционном обучении, в этом году они были активными участниками дорожного движения. Самые аварийные дни, понедельник, пятница с 15 до 18 часов. И чаще всего участниками ДТП становились дети в возрасте 8-9 лет. И это у нас школьники, причем мальчики. А в последнее время появился всплеск дорожных транспортных происшествий именно на внутридомовых территориях, то есть во дворах дети выбегают на проезжую часть, становятся участниками ДТП. С чем связан такой рост происшествий? Ну и как все-таки родителям вести себя, поговорить со своими детьми, предотвратить подобные инциденты, на ваш взгляд? В этом году действительно катастрофическое количество ДТП с участием детей в дворовых территориях. Если в прошлом году было такое ДТП, зарегистрировано всего лишь одно, в этом 13. Но опять же я повторяюсь, что в прошлом году дети находились дома, и, конечно, они не передвигались активно по городу, а чаще всего находились, гуляли, отдыхали во дворе собственного дома. 13 ДТП, причем 8 из них во дворах Гагаринского района. Главная причина всех ДТП с участием детей во внутридворовых территориях – это внезапный выход на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих видимость. И чаще всего это припаркованные транспортные средства. Дети не считают свой собственный двор каким-то опасным местом. Выходя, даже выбегая, вылетая из подъезда, моментально несутся на детскую площадку, не останавливаясь перед проезжей частью, которая также имеется в их дворе, не смотрят по сторонам. Водитель из-за маленького роста ребенка не видит, что стоит ребенок или выбегает ребенок, а ребенок не видит приближающийся транспорт. Что здесь нужно объяснять родителям, своим детям? О том, что, напоминать о том, что в каждом дворе есть проезжая часть. Соответственно, необходимо выполнять требования правил дорожного движения. Какие? Перед тем, как перейти проезжую часть во дворе, нужно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств и быстрым шагом перейти проезжую часть дороги. На дворе октября наступила осень, довольно темное время суток. Давайте обсудим правила поведения детей именно в период темноты, в период сумерек, как себя вести на дороге, чтобы не стать участником происшествия. Вы правильно отметили, осенью, вот в этот период, световой день становится короче, расцветает поздно, закат раньше, и, соответственно, дети, находясь на улице, могут попасть и в темное время суток, и в условии недостаточной видимости, которой осенью, в общем-то, достаточно много. Это и утренние туманы, это и дожди, позже мокрый снег. То есть это все создает условия недостаточной видимости, в которые, конечно, попадает любой участник дорожного движения, в том числе пешеход, в том числе и дети. Поэтому именно в осенний период времени дорога требует еще большего внимания и бдительности, особенно со стороны юных пешеходов. И самое главное правило, которое здесь нужно помнить, это, как я уже говорила выше, это остановиться перед переходом проезжей части дороги, остановиться, осмотреться, убедиться, что все транспортные средства вас пропускают, остановились, вас видят водители, или нет приближающихся транспортных средств. Причем это правило также работает, должно работать и на перекрестке регулируемом. Потому что зеленый сигнал светофора не дает 100% гарантии безопасности пешехода. К сожалению, часто об этом участники дорожного движения забывают. Кроме этого, существуют такие факторы риска, которые осенью часто используются пешеходами. Мы их называем факторы риска. Это капюшоны и зонты. Во время дождливой погоды активно используются пешеходами. А это все предметы, которые ограничивают обзор. Раз ограничен обзор, ребенок, особенно ребенок, может не увидеть приближающийся транспорт. У него и так плохо еще развито периферическое зрение. И поэтому он может не видеть приближающийся транспорт. Особенно если у него на голове капюшон или он зонтик держит, то это еще увеличивает риск ребенка не видеть и не слышать улицу. И, соответственно, возможность стать участником ДТП. Любовь Александровна, давайте представим ситуацию. Происходит дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. В зоне видимости, например, пешеходного перехода. Ребенок в считанных метрах перебегает дорогу и попадает под машину. Как здесь распределяется ответственность? Как определяется виновник ДТП? Конечно, если ребенок перебежал чаще всего проезжую часть дороги в неположенном месте, то есть в зоне видимости пешеходного перехода, а такие ДТП были в городе Севастополе в этом году, конечно, здесь усматривается неосторожность детей, то есть вина ребенка. Но в то же время не нужно забывать, что водитель управляет автомобилем, который является источником повышенной опасности. Водитель – это человек, который обучается в автошколе, сдает экзамены в ГИБДД и получает водительское удостоверение, соответствующую категорию. Значит, он берет на себя большую ответственность, чем любой другой участник дорожного движения, пешеход, пассажир, за свое поведение и поведение других участников. Должен быть готов, должен предусмотреть, особенно дети – это самая непредсказуемая категория участников дорожного движения. Всегда нужно быть готовыми, особенно вблизи школ. Все же водители знают, где находятся образовательные учреждения. Они обозначаются дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и так далее. Но в любом случае, конечно, если ребенок перешел дорогу вне пешеходного перехода, это будет переход дороги в неположенном месте. Это будет нарушение правил дорожного движения. Любовь Александровна, я предлагаю обсудить свето-возвращающие элементы. У меня был такой период в жизни, когда я, будучи студентом, проходил обучение в скандинавских странах. Это была зима, это была полярная ночь, когда солнце вообще не появлялось на горизонте. И представьте, мы, группа студентов, только приехали в страну, и нам тут же выдали всякие ленточки, повязки от местного колледжа, чтобы мы, не дай бог, где-то в темноте всегда были видны. Как обстоит ситуация со свето-возвращающими элементами в Севастополе? Насколько эффективны эти приспособления? Что является полезным, а что просто бижутерии? Скажу так, свето-возвращающие элементы, вообще одежда со свето-возвращающими вставками, это жизненно важные элементы для пешеходов. Особенно в осенний период. Мы сегодня уже с вами говорили, что световой день значительно коротким становится. Дети даже во вторую смену возвращаются уже в темное время суток и идут в школу еще в сумерках. Поэтому для того, чтобы быть видимым для водителей, особенно дети должны использовать световозвращающие элементы. Об этом, конечно, должны позаботиться их родители. Световозвращающие элементы могут быть абсолютно разными. Это и брелоки, это и значки, браслеты, различные наклейки. В то же время мы рекомендуем, чтобы ранцы родителей покупали школьные портфели своим детям именно со световозвращающими вставками. Это и может быть даже сумка для обуви, головной убор, шнурки со световозвращающими вставками, либо световозвращающие, что делает, значительно увеличивает видимость пешехода для водителей. Ну и хотелось бы особое внимание обратить родителей учащихся первых-четвертых классов, то есть начальной школы. Мы вот рекомендуем, чтобы школьники начальных классов у нас носили вот такие жилетки. Посмотрите, какая она яркая и со световозвращающими вставками. Надев эту жилетку, ребенок идет в школу и вовсе видят. И водители видят, и другие участники дорожного движения видят. Любовь Александровна, а какие существуют правила перевозки детей в салоне автомобиля? Эти правила прописаны в 22-м разделе ПДД. Их обязаны знать все водители. Дети в возрасте до 12 лет на переднем сидении и до 7 лет на заднем сидении обязаны находиться в детских удерживающих устройствах, которые соответствуют росту и весу ребенка. После 7 лет детей разрешается перевозить на заднем сидении, уже пристегнув ремнями безопасности. Но в Севастополе было уже пару таких ДТП, когда дети в возрасте 7 лет пристегнутые ремнями безопасности на заднем сидении при ДТП повреждали ремнем именно шею. Поэтому ремень безопасности не должен проходить через шею ребенка. Соответственно, ребенка надо поднимать. И поэтому мы рекомендуем даже на заднем сидении дети ростом до 150 см должны находиться в полноценных детских удерживающих устройствах. Можно подсадить на бустер, но необходимо помнить, что бустер не имеет боковых и головных перекладин, которые как раз при столкновении могут защитить ребенка. Ну и еще хочется одно отметить. Самое безопасное место на заднем сидении автомобиля для установки детского автокресла – это середина. Многие люди начинают спорить, говорить, что нет за спиной водителя. Нет. Многочисленными краш-тестами и исследованиями, которые были проведены не только в нашей стране и за рубежом, установлено, что детское удерживающее устройство, установленное в середине заднего пассажирского сидения, на 19% безопаснее, чем любое другое пассажирское место в салоне автомобиля. При боковых столкновениях нет соприкосновения с салоном автомобиля, а при правильной установке, если кресло установлено правильно, особенно если система изофикс, ребенок никогда не вылетит в лобовое стекло при лобовом столкновении. И в завершение давайте обсудим тему детского травматизма на общественном транспорте. Ведь многие дети добираются в школу на автобусах, троллейбусах. Да, совершенно верно. В этом году есть факты ДТП, когда дети получали травмы, именно находясь в салоне общественного транспорта автобуса или троллейбуса. Это происходит потому, что пассажиры не готовы к резкому торможению, которое водитель производит при каких-либо обстоятельствах, чтобы избежать столкновения, затормозить на запрещающем сигнале светофора и так далее. Поэтому наши рекомендации такие. Дети до 12 лет в салоне общественного транспорта должны все-таки находиться на сиденье, то есть должны сидеть. И мы обращаем внимание взрослых. Пожалуйста, если вы видите ребенка с портфеля, возраст его небольшой, пожалуйста, уступите ему место. Все-таки ему сложнее держать баланс, чем это делает взрослый человек. И второе правило. Дети старше 12 лет, если нет свободных мест, должны держаться, чтобы иметь две точки опоры. То есть две точки опоры двумя руками, либо за поручень, одна рука за поручень, другая за спинку сиденья. Вот тогда у него больше шансов не упасть и не получить никакие травмы. Знаете, вот я, будучи школьником, наверное, до конца жизни запомнил, вот этот детский ревус, когда нам на уроках безопасности дорожного движения задавали вопрос, а с какой стороны нужно обходить автобус спереди или сзади? Вот хотелось бы узнать правильный ответ. Да, это уже устаревшее правило. И сейчас мы в школах рассказываем, и до родителей на родительских собраниях доводим. Все, забудьте это правило. Всегда нужно дождаться, когда автобус или троллейбус отъедет. Почему это важно? Главное, чтобы был открыт обзор для пешехода, чтобы был открыт обзор. Любовь Александровна, впереди длинные школьные каникулы. Что можно посоветовать и школьникам, и их родителям, и водителям, которые будут в это время передвигаться по дорогам Севастополя? Мы призываем, в первую очередь предупреждаем водителей о том, что у детей наступают каникулы. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте скоростной режим, соблюдайте все правила дорожного движения. Родителей просим ежедневно разговаривать с детьми на тему правил дорожного движения, рассказывать им, как правильно вести себя во дворе собственного дома, как правильно переходить дорогу. И самое главное, быть примером для своих детей, положительным примером для своих детей. Делать все правильно на дороге, открывать правила дорожного движения, повторять и показывать детям, как можно и нужно сохранить свою жизнь и здоровье. Ну а детям от имени госавтоинспекции я желаю безопасных каникул и строго соблюдайте правила дорожного движения. Любовь Александровна, большое спасибо вам за интересную и полезную беседу. А это была программа «Актуальное интервью». До свидания. Актуальное интервью